Надежда очень большая, знаете, на что? Там говорят, что там есть какая-то третья сторона, что там то ли Эрдоган, то ли еще кто-то в этом участвует. Вы что-нибудь знаете об этом или нет? Не знаю, я только скажу вам, что мне все меньше начинает нравиться позиция Эрдогана и все больше она вызывает у меня подозрения. Я думаю, что у двух диктаторов, у Путина и Эрдогана есть вот такая глубинная связь. Несмотря на огромные противоречия между ними, по существу Турция, Эрдогана и Путинская Россия воюют между собой и на Кавказе, и в Ливии, и в Африке, и в Сирии. Но вот какое-то единство в отрицании Запада, демократии, свободы у них существует, они находят общий язык. Вот сегодня вы меня порадовали сообщением Володины, но у вас, наверное, не удивишь никакой информацией. Сегодня появилось, что Путин на днях собирается с визитом. Да. Да, да, да. И вот последняя заморочка Эрдогана, он пытается блокировать вступление Швеции. Вот как раз об этом хотелось с вами поговорить. Вряд ли это ему удастся. В конце концов, выгонят к чертовой матери эту Эрдогановскую Турцию из НАТО, если уже дойдет до этого, если он будет спекулировать. Ну, по-моему, мне кажется, что это классический восточный базар, он хочет вырвать какие-то уступки у Запада. Ну, там американцы наложили определенные санкции за покупку российских С-400, там Турцию отстранили от участия в проекте американских самолетов, истребителей. В общем, есть чем торговать. Но в целом, в целом, конечно, он считался чуть ли не другом Украины. Ну, его позиция по Крыму, она, так сказать, принципиальная, но она тоже отражает, конечно, его собственные интересы. Да, и помощь военной была оказана Украине. Но вот сейчас он все более тяготеет, мне кажется, к российской орбите, и это не очень надежный партнер Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок